Спорт это то, что ребят объединяет и придаёт им сил и уверенности. Сегодня они подготовили спортивные выступления для педагогов города. Организатором праздника по традиции стала вторая школа, которая в этом году отметит 97 лет. Уже на протяжении 42 лет это является традиционным праздником для наших детей, семей, родителей, учителей. Потому что мы выходим на это мероприятие и показываем свои спортивные достижения. Тем самым мы поздравляем наших всех учителей с Днём Учителя приближающимся и, конечно же, готовимся к новой сдаче норм ГТО. Ребята принимали участие в различных видах эстафет. Показали и художественную гимнастику. С каждым годом её популярность в Сочи растёт. Сочинка Маша Горшкова очень хочет быть похожа на Яну Кудрясову, самую юную абсолютную чемпионку мира за всю историю художественной гимнастики. Этот вид спорта мне нравится, он очень красивый. Я занимаюсь им уже почти 9,5 лет. Мне сложно отрабатывать элементы, например, с предметом, например, с булавами. Сложные элементы, там, броски, повороты, равновесие. Зарядиться положительной энергией пришли и родители. Они тоже участвовали в спортивном празднике. Короткую дистанцию бежали вместе со своими детьми. Я бежал сегодня со своим классом и со своей дочкой. Просто хорошо, просто отлично. Владимир Хайхян, учитель физкультуры второй школы, десятки лет приобщает ребят к спорту и выискивает среди них спортивных звёздочек, которые потом вырастают в больших звёзд спорта, таких как Алексей Воевода. Владимир Андреевич отмечен десятками наград разного уровня, но самое главное для него – не пустующий спортзал. Здесь и должна быть его и выдумка, и умение преподнести, умение заинтересовать, потому что не все дети физически развитые. А на наш праздник приходит стопроцентная явка, даже дети освобождённые, они в отдельных видах принимают участие. Конечно же, многое зависит от того, кто рядом с учеником. От желания учителя открыть в детях новые таланты, научить их общению, терпению и вниманию. А без этого ни в спорте, ни в жизни не достичь высоких результатов.